Физика, математика, информатика, футбол, волейбол и баскетбол. Во всех сферах студенты Саровского физико-технического института участвуют в соревнованиях и побеждают. В актовом зале спортсмены, тренеры и все, для кого спорт является неотъемлемой частью жизни, получили свои заслуженные награды за отличные результаты в сезоне 2021-2022. Я выступала на ТМИАДе 2022 в лыжных гонках, заняла первое место в личной гонке и в эстафете мы заняли второе место. Во время торжественной церемонии студенты-спортсмены получили благодарственные письма от РФИАЦ ВНИЕВ за активное участие и достижение высоких результатов во всероссийских соревнованиях различного уровня, значительный личный вклад в развитие спортивного имиджа РФИАЦ ВНИЕВ и привлечение жителей города Саров к здоровому образу жизни. В госкорпорации «Росатом» спорту уделяется огромное внимание и у нас в ядерном центре спорт тоже на первом месте. Сегодня такое мероприятие, посвященное спорту, посвященное награждению за победу в Олимпиадах, поэтому победы нужны как в спорте, как в науке, так и в жизни. Считаю, что все ребята, которые сегодня получат награды, получат дипломы, получат памятные призы, все они ждут их будущего успеха, и они принесут значительный вклад в развитие российской науки и оборонной тематики РФИАЦ ВНИЕВ Студенты с РФТИ показали высокие результаты в спортивных состязаниях по лёгкой атлетике и лыжным гонкам на забегах, футболе, баскетболе, волейболе и хоккею. Где только нет уже института. Да, волейбол, футбол, мини-футбол, ну, все виды спортов. Поэтому это прекрасно, и это ещё одно место, где могут себя реализовать студенты. С 2022 года СРФТИ начал присваивать спортивные разряды студентам. Так, на мероприятии вручили 9 книжек, а в будущем ещё 7 юношей получат перворазрядные награды. Также студенческое спортивное движение СРФТИ НИЯУМИФИ отмечено наградой администрации города в номинации «Лучший спортивный клуб 2021». Ульяна Скородумова, Сергей Чекалин, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.